Бурбянники с грыбами, творожники с орехами и драники по вязковому. Тыдень белорусской кухни распачался сегодня у столицы. Больше за сотню ресторанов и кафе пропануются ответить пять страв национальной кухни, кожная из которых прахатавана поднольковая рецептура и технология. Цена во всех объектах громадского хоршевания так само. Один гастрономичный тыдень ладится в Минске уже восьмый раз. Деталево выучила меню Юлия Токар. Повар Анастасия Лаговская у гастрономичной акции у дел прымает другий раз. Признается, подчас подрыхтовки белорусских страв хвалюется. Захавать старожитные рецепты при сучасных технологиях – отказная справа. На этот раз будет шастовать гурманов бульбянниками. На их прахатавание потребно не больше за 25 хвилин. Они у нас готовятся к картофелям и дире, запекаются в конвитомате, потом разрезается, достается внутренности, туда ложится пассерованный лук с грибами, посыпается сыром, сметанным соусом и все запекается до готовности. Восьмый раз столица проводит тыдень белорусской кухни. Все лето удел прымает рекордная колькость установ громадского хоршевания. Больше за сотню. Салаты со смаженной грудинкой, полевка куриная, традиционные драники и бульбянники. Пять белорусских страв пропадают в столичные кафе, причем рецептура и цена одиная. Подскажите, Калиласка, а что пора идти на десерт? Всю неделю у нас аутентичные творожники с орехами и медово-клюквенным соусом. Это одно из древнейших национальных блюд. Цикаво, что некоторые рестораны после гастрономичной акции покидают наибольшь популярные стравы у основным меню, не глядя на то, что Дагэтуль специализовались выключенно на стравах европейской кухни. В прошлой акции у нас остался хворост, очень понравился гостям. Мы даже не ожидали, что его будут так хорошо кушать. Драники у нас есть всегда и с грудинкой, и просто обычные колдуны. Они у нас в обеденном меню и в банкетном меню присутствуют. Мы их предлагаем гостям. Пилотный проект насчитывал изначально 10-15 участников ресторана и кафе. То сегодня в нем участвуют более 100 объектов общественного питания. То есть мы видим и слышим положительные отзывы. Проект востребован, уже спрашивают, когда будет следующий. Наступная кулинарная дегустация отбудется весной. Под шасты дня национальной кухне повеличивается количество наведывальников у кафе и бестро. А это значит, что меньшане и гости столицы готовы выучать гастрономичные традиции. Юлия Токар и Дмитрий Чумак, агентство Телёновин.